аудиотека всемирной литературы представляет антон павлович чехов дочь коммерции советником вы можете поддержать автора канала лайками комментариями подписками на канал в бусте ссылка на канал в описании прямо под видео приятного прослушивания коммерции советник механизмов имеет трех дочерей зину машу и сашу за каждый из них положено в банк по 100 тысяч приданного впрочем не в этом дело саша и маша особенного из себя ничего не представляют они отлично пляшет вышивают вспыхивают мечтают любят поручков и больше кажется ничего но зато старшая зина принадлежит к числу редких недюжинных натур легче встретиться на жизненном пути с непьющим репортером чем с этакой натурой были именины саши мы соседи помещики нарядились в лучшие одежды запрягли лучших коней и поехали с поздравлениями в имение механизмово лет 20 назад на месте этого имени стоял кабак кабак рос рос и вырос прекраснейшую ферму садами и прудами фонтанами и бульдогообразными лакеями приехав и поздравив мы тотчас же сели обедать подали суп жульон перед жульон мы выпили по две рюмки и закусили не выписали нам подарить и предложил механизмов бог тройцы любит и того трес фатси унт консилиум латынь братцы трес фатси унт консилиум трое составляет совет яшка поднайка сминай твоя морда с того стола селёточку господа дворяне ну-кася без церемонии дмитрий петрыч живу при алле башер я вас прошу начинайте дорогуша искаженная французская живу при алле маше дмитрий петрыч живу при алле башер ах папа заметила маша зачем же ты пристаешь ты точно купец водянкин с угощениями знаю что говорю твое дело это я только при гостях позволяем на себя тыкать зашептал мне через стол механизмов для цивилизации а без гостей и не из хама не выйдет пана вздохнул сидевший рядом со мной генерал с лендой свиней был свинья и есть механизмов мало-помалу напился вспомнил свою кабацкую старину и задурил он и кал брался говорить по-французски скверно словил перестань заметил ему его друг генерал всякому безобразию есть свое приличие какой же ты братец безображу не за твои деньги а за свои самолевое солнце имею господа а сколько вы с меня взяли чтобы меня в почетные мировые произвести на одном конце стола отчаянно заворочился и треснул чей-то стул мы поглядели по направлению трески и увидели два больших черных глаза метавших молнии и искры на механизмово эти два глаза принадлежали зине высокой стройной брюнетке затянутой во все черное по ее бледному лицу бегали розовые пятна а в каждом пятне сидела злоба прошу тебя отец перестать сказала зина я не люблю шутов механизмов робко взглянул на ее глаза завертелся выпил залпом стакан гнику и умолк эхе подумали мы это не саша и не маша с этой нельзя шутить натура недюжинная того с и я залюбовался разгневанным лицом признаюсь я и ранее был неравнодушен к зине она прекрасна глядит как диана и вечно молчит а вечно молчащая дева сами знаете носит себе столько тайн это бутыль с неизвестного рода жидкостью выпил бы да боишься а вдруг яд после обеда я подошел к зине и чтобы показать ей что есть люди которые понимают ее заговорил о среде заедающей о правде труде женской свободе женской свободы под влиянием шофе переехал я на паспортную систему женские курсы я говорил с шаром строжью раз десять прорывался схватить ее за руку говорил впрочем искренне из клана точно передовую статью вслух читал она слушала и глядела на меня глаза ее становились все шире и круглее щеки заметно побледнели под влиянием моей речи наконец в глазах ее почему-то мелькнул испуг неужели вы говорите все это искренне спросила она почему-то млея от ужаса я не искренно вам мне доклянусь вам что она схватила меня за руку нагнулась к моему лицу и задыхать прошептала будьте сегодня в десять часов вечера в мраморной беседке умоляю вас я вам все скажу все прошептала и скрылась за дверью я замер полюбила подумал я заглядывая на себя в серкало не устояла я я к чему скромничать обаятельный мужчина рослы статный с черной как смоль бородой в голубых глазах и на смуглом лице выражение пережитого страдания в каждом жесте сквозит разочарованность и кроме всего этого я богат состояние нажил я литературой в десятом часу я уже сидел в беседке и умирал от ожидания в моей голове и в груди шумела буря сладкой мучительной стоми закрывал я глаза и во мраке своих орбит видел зину рядом с ней во мраке торчала почему-то и одна ехидная картинка виденная мной в каком-то журнале высокая рожь дамская шляпка зонт палка цилиндр да не осудит читатель меня за эту картинку не у одного только меня такая клубничная душа я знаю одного поэта лирика который облизывается и причмокивает губами всякий раз когда к нему вдохновенному является муза ежели поэт позволяет себе такие вольности то нам прозаиком и подавно простительно ровно в десять у дверей беседки показалась освещенная луной зина я подскочил к ней и схватил ее за руку дорогая моя забармотал я я люблю вас люблю бешено страстно позвольте сказала она садясь и медленно поворачивая ко мне свое бледное лицо отстраните вашу руку это было сказано так торжественно что быстро один за другим повыскакивали из моей головы и цилиндр и палка и женская шляпка и рожь вы говорите что вы меня любите вы тоже мне нравитесь я могу выйти за вас замуж но прежде всего я должна спасти вас несчастный вы на краю погибели ваши убеждения губят вас неужели несчастный вы этого не видите и неужели вы смеете думать что я соединю свою судьбу с человеком у которого такие убеждения нет вы мне нравитесь но я сумею пересилить свое чувство спасайтесь пока не поздно на первый раз хоть вот вот это прочтите прочтите и вы увидите как вы заблуждаетесь и она сунула в мою руку какую-то бумагу я зажег спичку и в своей бедой руке увидел прошлогодний номер гражданина минуту я сидел молча неподвижно потом вскочил и схватил себя за голову батюшки воскликнул я одна во всем лохмотьевскому езде недюжинная натура да и та и та дура боже мой через десять минут я уже сидел в бричке и катил к себе домой андон павлович чехов дочь коммерции советника читал джахангир абдулаев шестое ноября 2022 год а